В эфире новости Мордора. Мы ничего не придумываем, мы только информируем. Врачи и медсестры одной из главных больниц в Мурманске стали массово увольняться из-за бардака и неправильно организованной работы с больными с коронавирусом. Из-за перепрофилирования отделений под лечение COVID-19 другие подразделения, в том числе реанимация, потеряли медперсонал, оставшимся в них медикам пришлось работать за двоих-троих. При этом пациентов с коронавирусом не изолировали в новых отделениях, а продолжали лечить в обычных, из-за чего многие врачи тоже заболели. Ковидные выплаты при этом они так и не получили. Кто не переболел летом, болеет сейчас. Это Мурманский областной многопрофильный центр. Александра – бывшая его сотрудница, медсестра реанимации. Она говорит, что вторая волна и для врачей, которые за один день могут превратиться из тех, кто спасает, в тех, кому срочно нужна помощь коллег. В эпоху пандемии, работая даже в чистой зоне, нельзя чувствовать себя защищенным. Мы надевали костюмы только когда приезжал предположительно ковидный пациент. Но бывали случаи, когда они приезжали очень тяжелые, крайне тяжелые. То есть они уже были в таком состоянии, когда нужна была уже реанимация. И тут уже просто вопрос, палка о двух концах. Либо ты, либо пациент. Соответственно, выбирали пациента и заходили в красную зону без одежды, без всего абсолютно. Мы не успевали одеть на себя защиту, чтобы спасти пациента. Этот костюм биозащиты – единственное, что осталось у Александры с ее бывшего места работы. Она рассказывает, когда места в красной зоне заканчивались, а заканчивались они по всему городу и по всей области, тяжелых пациентов с ковид клали в чистую зону, ко всем остальным. С инсультом, с инфарктом, с желудочно-кишечным кровотечением. Опять же на вопрос, как, зачем и почему, не ваше дело, идите занимайтесь вашей работой. Перевезли вот так же коронавирусного пациента к молодому человеку, у которого был ВИЧ. То есть судьба этого молодого человека, она неизвестна, потому что ВИЧ-инфекция, сами понимаете, дело такое, там любая зараза и просто смерть. Происходящее она объясняет одним словом – бардак. Когда в ее больнице новый корпус перепрофилировали под работу с коронавирусом, туда потянулись все ее коллеги, начиная с руководства. Туда все ушло, наше все отделение, то есть вся реанимация, которая когда-либо существовала на втором этаже, вся оказалась на девятом, по приказу старшей медсестры заведующего. Начальство в первую очередь туда ушло, то есть старшая медсестра, заведующий. Старшая не скрывала, зачем она туда пошла. По ее словам, просто заканчивались федеральные деньги, которые нужно было идти зарабатывать. Оставшимся в других отделениях пришлось работать за двоих, троих и четверых. Из 14 коек в двух палатах половину оказалось просто некому обслуживать. Александра написала заявление об увольнении. То есть сотрудников на втором этаже просто бросили на произвол судьбы, так сказать. Спросила у своей, ну вот уже два дня прошло, спросила у своей коллеги, как там обстановка на работе, она говорит, просто ад, мы не справляемся. Вместе с ней с работы ушел и Василий. Мужчина тоже оставался работать в реанимации, принимая без защиты всех тяжелых пациентов с неуточненными диагнозами. Сначала предположительно ковидного пациента мы перекатывали в чистую зону, потом, как у него оказывался положительный мазок, мы перекатывали обратно в грязную зону. Таким образом, я считаю, что по отделению мы разносили просто эту инфекцию. Работая с ковидными пациентами, Василий утверждает, что федеральных выплат за это не получал. Говорит, больница на нем экономила, вычеркивая из списка на получение выплат. Его фамилию и еще нескольких коллег. Получали мы только за пациентов, у которых точно подтвержденный ковид был. И при этом получали не все, потому что заведующий было даже дело, что вычеркивал у нас из этих списков тех, кто получает, кто работает с этим коронавирусным пациентом. Александр и Василий решили переехать бороться с ковидом в другой город. В Мурманской больнице на запрос настоящего времени пока не ответили. Ежедневный прирост до болевших в городе постоянно увеличивается. Только по официальной статистике сегодня выявлен 221 новый случай. В других городах, городоправители и чудовники больше заняты своей пользой. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочестием и бдительностью заслужить внимание начальства. А больные? Больные, что все выздоровели, там кажется, их немного было. Ну, чего 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Вам даже покажется, может быть, это невероятно. Но все как мухи. Выздоравливают. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах